Привет, друзья! Это Лена, и добро пожаловать снова на мой канал, и добро пожаловать в видео с фаворитами. Я в какой-то момент перестала снимать для вас видео с фаворитами месяцев, потому что я поняла, что вы эти видео особо не смотрите, ну и в целом, как бы, я понимаю, что это не самое, наверное, интересное видео, поэтому я забросила эту идею вообще. Но я подумала, что так как есть какие-то средства, которые мне очень нравятся, возможно, стоит сделать, например, фавориты года. Потом я подумала, что как бы за год много чего может произойти, и, возможно, стоит разбить это видео на две части. И у нас будут как бы фавориты первого полугодия, а потом в конце года будут фавориты второго полугодия. Поэтому сегодня у нас с вами средства, которые мне понравились за полгода, как бы первые полгода 2020-го. Итак, мы начнем с декоративной косметики. Я думаю, что мы начнем с базы. Мне очень понравилась база под макияж. Вот она, это марка Shine Is Smooth Beauty. Она контролирует выделение себума, поэтому она контролирует, как бы, жирность лица, она хорошо выравнивает поры. Я ей пользуюсь не слишком часто. То есть на повседневной основе я использую чаще всего просто какой-нибудь биби-крем, про который я сейчас скажу. Но, например, если меня ждут съемки, то я довольно часто использую ее, она мне очень нравится. Сегодня я ее не использовала. Я использовала Smashbox, который мне также нравится, но она не этого года. Окей. Дальше биби-крем. Вот как бы на повседневной основе, что я использую. Вот этот биби-крем. Это Ева Мозаик. Оттенок 03 медовый. Он мне настолько нравится. Он у меня был сколько-то лет назад. Я решила пробовать его снова. И это просто лучшее средство на каждый день. Он сейчас на мне вместе с более плотным средством. Но он как бы естественный. Он дает нейтральное покрытие. Он смотрится естественно, но все-таки дает покрытие. Идеальный. И очень комфортный на коже. И очень приятный. Просто вот на каждый день идеальнейшее средство. И плюс бюджетное. Дальше мне понравилось. У него отломался носик. Я иногда, мне кажется, что слишком сильно закручиваю свои космические средства. У них что-то ломается. Вот. Но как бы я не могу выбросить, потому что мне очень нравятся консилеры. Там довольно еще много осталось. Итак, это мой любимый консилер. И это Revolution Pro Full Cover. У меня оттенок C2. Он довольно светлый, но в целом для области под глазами, ну как бы, достаточный. Он дает хорошее покрытие. Он хорошо держится в течение дня. Он не забивается в морщинки. С ним не отпечатывается тушь. В общем, просто очень-очень хороший консилер. Вот. Да. То есть, как бы, это в целом сейчас мой самый любимый консилер. Из всего, что у меня есть вот в арсенале. Это прямо топчик. Дальше. Я не помню, я вам рассказывала о фаворитах прошлого года или нет. Но если нет, то вот. Лучшая база. Это база под тени. Нарс. Лучшая база просто, как бы. Я просто боялась, что я вам про нее не рассказывала. И вы должны знать. Дальше мне понравилась пудра. Это MAC Prep & Prime CC. Она желтая. И она сейчас на мне. Она хорошо матирует. И она перебивает, как бы, красный и розовый пигмент у вас в лице. Если он у вас есть, как, например, у меня. То вот такая пудра – это просто находка. И при этом многие пудры MAC, если для вас это принципиально, они обладают очень плотным покрытием. И они прямо, ну, как бы, видно, что у вас на лице много косметоза. И это, как мне кажется, довольно легкая. То есть, она все равно оставляет ощущение того, что кожа выглядит, как кожа. Но при этом дает хорошее вот желтое такое покрытие. Но, как вы видите, как бы лицо не выглядит желтым. То есть, у меня просто перекрыта всякая краснота в лице. И хорошо держится. В общем, очень удачная пудра. Еще от MAC мне понравился хайлайтер. Это кремовый хайлайтер оттенок Pearl. Вот как он выглядит. Я недавно снимала видео с новой косметикой от MAC. MAC. Я никогда не переучусь. И часть из нее я использовала много, с тех пор, ну, кого много. Успела попользоваться и, ну, кого по-настоящему оценить. Часть еще, как бы, я тестирую. Вот. Но этот хайлайтер и эта пудра, безусловно, как бы, уже понятный фаворит. Я очень много ими пользуюсь. То есть, это то, что вот прямо класс. Хайлайтер очень красивый. Он дает такое нейтральное, но в то же время заметное мерцание. Смотрите. У-у-у. У него такой интересный лимонный оттенок, но при этом он не слишком светлый на коже. Смотрится естественно, просто он очень красивый. Пожалуйста, как бы, отражайся. Вот, в общем, очень-очень он мне полюбился. Дальше любимое средство для бровей. Это Kat Von D. Опять же, я не помню, рассказывала ли я вам в том году или нет. Но это пудра для бровей оттенок Medium Brown. Она настолько простая в использовании. Я всегда пользовалась бюджетными средствами для бровей. Я думала, какой смысл какой-то. Они все примерно одинаковые, как бы, это всего лишь брови. И, ну, то есть, как бы, пудра для бровей, насколько другой вы ее можете сделать в плане качества. Но она настолько удобная, с ней так быстро и просто прокрасить брови. Я не знаю, за счет чего, но она мне просто очень нравится по качеству. То есть, как бы, полностью стоила денег, которые я за нее потратила. К слову, про то, что полностью стоила денег, которые я на него потратила. Эта палетка, у меня будет две палетки, которые мне в этом году из того, что я попробовала, понравились. И это главная из них. И это Tarte Rainforest of the Sea Volume 2. То есть, это второе, как бы, переиздание этой палетки. Во-первых, упаковка абсолютно потрясающая. Во-вторых, здесь огромное зеркало. Я изначально эту палетку покупала для путешествий. Потому что, во-первых, огромное зеркало. Во-вторых, здесь есть оттенки. Тут, как бы, все оттенки, которые мне нужны. Вы знаете меня. Я люблю нейтральный макияж. Я люблю свои коричневые, бежевые. Вот, как бы, все такое я очень люблю. И поэтому, когда я увидела эту палетку, я поняла, что здесь есть все. То есть, вот есть хороший вот такой бежевый, который как база, которую он носит подо все. Есть два коричневых, более светлые, более темные, достатки между веками, матовые. Есть матовые, более темные, коричневые, чтобы, как бы, затемнить, как бы, внешний уголок века. Есть мерцающий золотой. Есть мерцающий темно-коричневый, перламутровый мерцающий. Такой вот черный немножечко с шиммером. Они все пигментированные, все очень красивые. Очень простые в использовании. Я эту палетку с собой брала в поездку в Прагу. И я была очень ей довольна. То есть, она была настолько проста в применении. С ней можно было сделать столько разных макияжей. И она отличного качества. Тарт нельзя купить в России. Я заказывала с американской Сифары. И, как бы, оно того стоило. Как бы, это усилие, которое, безусловно, того стоило. Прям супер. Я, кстати, также с Сифары заказывала набор Кэт Вон Ди. Но мне кажется, что я про эти средства точно вам рассказывала в фаворитах 2019-го. Вот туалетная вода и темная помада. Я уверена, что я рассказывала. Окей, следующая палетка, которая мне понравилась, это тоже Revolution Pro. Оттенок, в смысле, называется Gold Mine. И я, когда ее видела, я такая, да, это вот как бы идеальные мои оттенки. Опять же, если вы любите коричневый смок, я и так люблю их я, вам нужна эта палетка. Во-первых, она бюджетная. Во-вторых, она очень хорошего качества. Здесь есть абсолютно все, что вам нужно. Единственное, здесь нету вот как бы красивого оттенка шампанского. Я, на самом деле, уже давно не наношу мерцающие тени под бровь. Как бы иногда. Но я поняла, что это смотрится уже немножко устаревше. Поэтому как бы я могу без этого прожить. То есть я знаю, что вот Blaine должен был быть таким оттенком. Но он очень крупинчатый. То есть он как бы не ровно ложится. Он не особо мерцает. Это, я бы сказала, самый неудачный оттенок из палетки. Все остальные оттенки очень хорошие. То есть здесь есть все, чтобы сделать smokey eyes. И более естественные, более драматичные, в более холодных тонах, в более теплых тонах. Здесь есть просто абсолютно все. И качество мне очень понравилось у этой палетки. То есть особенно для бюджетной. Это прямо вот абсолютнейший топ. Безусловно, рекомендую. Дальше мне понравилось. Я надеюсь, что я не рассказывала в том году. Возможно. Но если что, я повторюсь. Карандаш для глаз, NYX, оттенок кафе. Это то, что я каждый день, ну почти каждый день. Если я... Ну ладно, на повседневной основе я как раз его не ношу. Но когда я крашусь там, мне нужно как бы экстра хорошо выглядеть. Я его ношу на внутреннее веко и немножечко на нижнее веко. Обычно я туда наношу либо черный, либо темно-коричневый карандаш. Но в последнее время я ношу, честно говоря, более минимальный макияж. И вот этот вот такой средне-коричневый, ореховый, просто идеальный. То есть он с одной стороны подчеркивает корей глаза у меня, с другой... То есть он дополняет макияж, но он не делает его слишком таким агрессивным и ярким, и темным. Просто вот как бы золотая середина для меня. Очень мне нравится карандаш. Он мягкий, но хорошо держится. Дальше средства для губ. И, друзья, их всего четыре. Я просто... Кто я после этого? Первое. Мне очень понравились оттеночные бальзамы от Faberlic. Как они называются? Это Kip Bam Lipstick. Так, первое. Это оттенок 40692. И это более темный оттенок. У меня есть четыре вот таких бальзамы. Они мне нравятся все. Но вот эти вот два, которые у меня сейчас с собой, они самые красивые. Это более темный такой розоватый нюд. Я обычно не люблю такие оттенки, но этот мне так на себе понравился. Он настолько нейтральный и красивый. Прям вот на каждый день это абсолютно идеально. А второй это 40695. И это вот такой вот розовый. Абсолютно очаровательный. Мне он так нравится. Еще у меня, кстати, был красивый персиковый. Из этой же линейки. Неужели я его не принесла? Окей, сейчас я с ним схожу. Так, вот следующий оттенок. Это 40693. И это такой оттенок манго. Он очень сочный. Я его обожаю. На весну и на лето это просто класс. Вы видите, они полупрозрачные, но в то же время в них есть оттенок. Если вы знаете меня, вы знаете, что я очень люблю свои оттеночные бальзамы. Потому что они придают оттенок, они увлажняют губы, они очень комфортные на губах. Они смотрятся как бы не слишком ярко. То есть иногда я люблю, типа, вау, IBM что-нибудь очень яркое. Но на повседневной основе я больше люблю что-то такое максимально нейтральное. И они очень хорошего качества. Они очень здорово, ну, как бы, носятся в течение дня. То есть они не самые стойкие. Они там держатся, может быть, час. Но они очень комфортные, они очень хорошо увлажняют губы. Они просто настолько классные на губах. В этом плане Фаберлик просто вот превзошли себя. То есть они выпускают довольно много новой косметики. Я очень много из нее пробую. Как бы что-то хорошо, а что-то как бы нормально. Но вот эти бальзамы я, безусловно, вам могу рекомендовать. Они просто как бы экстраординарно классные. И у меня всего две красные помады, друзья. Я имею в виду, кто я вообще в буквальном смысле слова. И первая из них, и это как бы, это вау. Вот это на самом деле вау. И это тоже Фаберлик. Фаберлик в плане помад прямо меня приятно поразили. И оттенок 40-466. И, друзья, это на самом деле лучшая красная помада, которая у меня сейчас есть. Она настолько вот, то есть, вот она. Она алая, она очень пигментированная. И в плане качества это просто вот как бы что-то из другой лиги. Вы знаете меня, я коллекционирую красные помады. У меня их очень много. То есть каждый месяц у меня есть новая любимая красная помада. Любимая я использую в таком немножко широком смысле слова. Ну, это как бы помада, которая меня впечатлила красным. Потому что я часто их пробую, я их много ношу. Но в последнее время меньше, но тем не менее, вы знаете, если вы дадут на мой канал, я люблю красные помады. Поэтому как бы я пробовала люкс, я пробовала тяжелый люкс, я пробовала бюджет, я пробовала как бы нищебродский бюджет. Вот не хочу обидеть максимально дешевой марки, но как бы вы понимаете, о чем я пробовала. От и до в плане красных помад. И это, если вы будете, например, если у вас вообще нет красной помады, или вы думаете, я хочу купить одну красную помаду, как бы мне не нужно много, вот буквально одну, берите ее. В буквальном смысле берите ее. Она стоит, мне кажется, рублей 260 у Фаберлик. И она такая классная. То есть мы когда ездили в Прагу, опять же, я брала с собой... У меня тогда был период экстра красных помад. Я взяла с собой, мне кажется, штук 5 красных помад. То есть я взяла пару нюдов и штук 5 красных помад. И я почти каждый день носила эту помаду, просто потому что как бы мне не хотелось носить своих, там, я не знаю, Кэт Вон Ди и Санлоран и так далее. Потому что... Нет, Санлоран я сегодня брала. Кого я брала? Мэг. В общем, я брала очень разные красные помады. И я в основном носила ее. Просто потому что она настолько классная. Она... У нее, во-первых, очень удобный аппликатор. Вот эта вот форма... Я когда в первый раз увидела, я подумала, блин, ну фиг знает. Но она настолько удобная, как бы... Она просто сама по губам как будто скользит немножко не то слово. Но вот то, что она с такой вынкой... Она, в общем, очень удобная на губах. Ей очень удобно красить, прокрашивать губы. Она идеально ровно ложится. Она очень хорошо держится. То есть мне ее нужно было подправлять один раз днем, после обеда. И то, как бы она не сильно стиралась. И, ну как бы, в целом в поездке я обычно беру максимально стойкие средства, просто чтобы не заморачиваться с ними. И она была настолько стойкая, и настолько классная. И просто... И этот цвет настолько красивый. Знаете, это вот помада, которую вы каждый раз носите и думаете... Вау! Вау! Потрясающе красиво, супер, просто вот невероятно. И при этом, учитывая то, что она невероятно стойкая, и даже после обеда она у меня оставалась на губах, она абсолютно не сушит губы. Она такая комфортная на губах. Это для жидких помад большая редкость. То есть обычно, как бы, они очень сушат губы, но вы думаете, по крайней мере, она стойкая. И это вообще не сушит. У меня есть три других оттенка, и они все в плане качества очень хорошие. То есть они стойкие, но не сушат губы, и я не понимаю, как. И вот за эту небольшую цену я просто не понимаю, как бы, как вот это вот было достигнуто. Это просто экстраординарно хорошая помада. Я говорю про нее, мне кажется, уже минут пять, но просто она настолько хорошая, она настолько качественная, что и практически никто про них не говорит. То есть вот в Инстаграме я вижу, что у кого-то там есть, ну, кто тоже сотрудничает с Коберлик, там общие посты, типа, вот там помада, палетки, там типа пудра и так далее. И она как бы одна из того, что там блогер взял. И никто не говорит про то, что эти помады, на самом деле, в плане качества невероятные. Абсолютно невероятные. И поэтому, как бы, я хочу про нее много вам сказать, потому что она настолько хорошая в плане качества. Она вау. То есть серьезно, если вам нужна одна красная помада, берите ее. Я думаю, что вы не пожалеете, она просто настолько классная. Так, и после этого мы переходим к помаде, которая... Она тоже классная. Это Kat Von Z, и это оттенок Hexagram. И вы знаете меня, я люблю Kat Von Z. И я уже не в первый раз вам говорю. Я думаю снять отдельное видео про Kat Von Z и ее бренд, потому что, как бы, в последнее время происходит какой-то полный фарш. И я не знаю, насколько я буду дальше покупать у Kat Von Z. Но я очень люблю этот бренд. То есть из всех брендов. Вот это мой самый любимый. Просто потому что, как бы, я летом выгляжу более человечно. Но, опять же, если в этом новом канале вы знаете меня, я люблю все черное, я люблю все мрачное, я сушую металл. Я в целом довольно мрачная. И поэтому вот, как бы, эстетика средств Kat Von Z, она настолько... То есть, как бы, это настолько идеально для меня. Когда я только начала выпускать свою косметику, я такая... Господи, наконец-то. Вау, что-то для альтернативных людей. И это помада Hexagram, и она классная. И это оттенок, который, опять же, у меня очень много красных помад, но такого оттенка у меня вообще нет. Это ягодный, то есть, как бы, это красный холодный, немножко брусничный, немножко приглушенный, очень необычный. То есть, при том, что у меня есть красные помады просто всех возможных оттенков, такого у меня в коллекции нет. Поэтому, как бы, вау. И мне нравится... Вот на зиму это был идеальный оттенок. Я его носила... Одна из тех... Я люблю каждый день носить новую помаду, окей? У меня, как бы, свои особенности. Но эта помада, я ее в какой-то момент попробовала. Я ее несколько дней носила, как бы, подряд, просто потому что я не хотела носить больше ничего. И она классная, она супер. В плане стойкости она тоже очень неплохая. Единственное, если вы ее носите весь день, и, например, там, вам нужно ее перенанести, там, раза три или четыре, она, под конец, начинает немножко, вот, как бы, скатываться чуть-чуть. Незначительно, но, как бы, просто имейте в виду. Ну, то есть, как бы, она хорошая, но вот там есть такие особенности. И она... Она сушит губы. Но она очень красивая. Так, уникальный цвет прямо, мне очень нравится. Так, и это вся наша декоративная косметика. Теперь переходим к уходу. И начнем, наверное, с ухода за лицом. И тут будет очень мало. В буквальном смысле, очень мало. Я постоянно пробую какие-то новые средства для лица, кремики, сыворотки, маски. И многие из них мне нравятся. Но сейчас я думала, как бы, что-то, что на самом деле, как бы, вау, потрясающе. Что вот прямо, я на него смотрю и думаю, супер. И это, на самом деле, всего, как бы, две сыворотки. Ну, простите, как бы. Первая – это Swiss Image. Это восстанавливающая сыворотка. Это ночная сыворотка. И она очень приятная на коже. То есть, после солнца, или, например, если я делаю какое-то там глубокое очищение. Вот сейчас, как бы, пандемия идёт. Я всё равно езжу на работу, потому что меня выводят в офис. И, соответственно, я езжу в метро зачастую. И, естественно, я прихожу вечером, и я очень сильно мою лицо мылом каждый день. Понятно, что у меня специальное мыло для лица, но, тем не менее, как бы, это довольно изрядное очищение. Вот. И я считаю, что эта сыворотка прекрасно справляется с тем, чтобы восстанавливать мою кожу. Потому что моя кожа, тем не менее, как бы, всё ещё на моём лице. Поэтому мне кажется, что она работает. Вот. Она мне очень понравилась. И мне кажется, что Suisse Image – это такая более демократичная марка в плане ухода. Вторая, которая мне понравилась, сыворотка. Это вот я её начала использовать летом, когда началась, наконец-то, жара. И это Dewy Tree Miracle Pore Minimizing. Во-первых, упаковка настолько красивая. Если посмотреть ещё на свет, она просто вау. То есть это был тот момент, когда я такая, окей, я купилась минимум на эту упаковку. Но и сама сыворотка очень классная. То есть она, ну, как бы, визуально уменьшает поры. И также в ней есть экстракт чайного дерева. Цена успокаивает кожу. Она борется какими-то раздражениями, которые не может быть. И в целом моя кожа, ну, особенно для себя, как бы, в хорошем состоянии. То есть понятно, что у неё всё ещё бывают какие-то прыщики, но значительно меньше, чем раньше. Вот там точки от прыщей, которые остаются, их значительно меньше, чем раньше. И, да, и, как бы, я думаю, что эта сыворотка отчасти в этом плане помогает. И она в целом очень комфортная. И она помогает коже оставаться не такой жирной в течение дня. Так, у меня... Стерся мой бальзам с губ. Кстати, у меня на губах бальзам оттеночный. К слову, про оттеночные бальзамы. Это нарс, и это оттенок оргазм. Каждый раз на работе, когда спрашивают, типа, о, что у тебя на губах, очень неловко об этом говорить. Но это, в целом, мой самый любимый оттеночный бальзам всех времён. Я так много его ношу, я имею в виду, смотрите, он уже почти на полпути. Ну, не на полпути, но на третьем пути. Ну, как бы, я очень много его ношу, просто потому, что он классный. Это, мне кажется, прошлый год, но вау-фаворит. Так, дальше мне понравились патчи под глаза. Я, в целом, очень люблю патчи под глаза. Но эти мне понравились больше всего. И это Seven Days. И я про эту марку слышала, на самом деле, на удивление, много плохого. То есть, типа, о, они ничего не делают. Я пробовала их тканевые маски для лица, и мне очень понравились. И вот эти патчи, это прямо класс. То есть, я тоже слышала, типа, эти патчи ничего не делают. Я не знаю. Во-первых, как бы, они вот такие тонюсенькие. То есть, я несколько из них брала с собой в поездку, опять же, в Прагу. И я их делаю дома. Ну, дома я их стараюсь не делать, просто потому, что они настолько оптимальны для поездки. Как только нас хоть куда-то начнут выпускать, я буду путешествовать с ними. Я их для этого берегу. Я их храню в холодильнике. И что мне в них очень нравится, помимо веселого дизайна, они остаются на коже. То есть, они, как бы, вы их открываете, и они на такой вот пластиковой упаковке, вы их снимаете, наносите под глаза. И за счет того, что они не плавают в сыворотке, в отличие от обычных вот патчей в банке, в них нет слишком много этой сыворотки. То есть, ровно куда вы их нанесли, они там держатся. Но, когда вы их снимаете, они там не отдираются, они там не тянут кожу, ничего. Они абсолютно комфортно снимаются. И, опять же, нет слишком много сыворотки на лице. Потому что иногда вот с сыворотками из банки у меня бывает, что такое ощущение, что этой сыворотки слишком много. И когда я поверх, даже когда оно высохло, наношу консилер или тональный крем, они начинают скатываться катышками. Я просто, как бы, здесь такого нет. То есть, вы снимаете, и, с одной стороны, кожа под глазами достаточно увлажнена, и не нужно наносить крем. Оно разглаживает, как бы, синячки под глазами. Там мешочки, если какие-то есть. Мешочки. Мешочки под глазами. Или какие-то припухлости, если, например, там, я не знаю, наелись солёных огурцов на ночь. Я одна это делаю. И с утра немножко припухли, то вот это в самый раз. Вот, поэтому они мне очень нравятся. Они, на самом деле, работают. И я не знаю, почему, как бы, они пользуются такой негативной репутацией. Мне они искренне понравились. Как бы, 7DS не платят мне за то, что я говорила про них в этом видео. Они мне искренне понравились. Они классные. Вау. И я уронила всю одежду, которая лежала у меня здесь на диване. Я её не поднимаю. Нафиг всё. Так, теперь средства для волос, которые мне понравились в этом году. И первое. И это революционное для меня средство. Я в первый раз такое вижу, как концепцию. И я была прям такая, ух, что? И это марка Molecularis. И я в целом люблю эту марку. Но это суфле Fresh гель для очищения кожи головы. Сначала я вообще не поняла. Так, типа, что? Но это как бы, это как пилинг для кожи головы. То есть вы его наносите уже на влажные волосы, на кожу головы. Оставляете на пару минут. Потом, значит, массируете и смываете. И он так хорошо промывает кожу головы. Это прямо вау. Это вот на самом деле просто вау. Во-первых, его рекомендуют использовать, потому что шампуни без СЛС, опять же, как бы от создателя марки, говорят, что они хуже немножко промывают волосы. И все равно кожу головы нужно экстра очищать. И поэтому вот они разработали это суфле. Я лично использую после тренировок, после пробежек. Знаете, когда вот как бы ты вспотел очень, и не всегда удается нормально промыть кожу головы. Это звучит ужасно, но мне кажется, если вы много тренируетесь и любите каждый тренировок, и вы понимаете, о чем я. То есть, как бы кожа головы, есть ощущение, что нужно их как бы экстра промыть. И вот для этого я беру это суфле, и оно промывает идеально. У меня, мне кажется, никогда не было такой чистой... Вау, это все хуже и хуже. В общем, очень приятно, и дает ощущение свежести. Также еще две штучки, которые я использую в особенности после тренировок, ну или сейчас лето. Это шампунь и кондиционер Хаск с маслом чайного дерева. Они настолько освежают кожу головы и волосы. То есть, в них, мне кажется, есть ментол, по крайней мере, они пахнут ментолом. И они, знаете, вот как бы дают такой... Холодят, холодят кожу головы, вот что я пытаюсь сказать. То есть, дают такой охлаждающий эффект. И это так приятно. После тренировок это просто спасение, потому что они дают такое ощущение свежести на волосах, что просто вау, и они так приятно холодят. И сейчас, летом, в жару тоже залезаешь в душ, наносишь их. Очень приятно. И после них также очень мягкие, хорошие, приятные волосы. Поэтому они и приятные, и полезные. Следующие два шампу... У меня... Мне понравилось очень много средств для волос, окей? Как бы, мне кажется, больше, чем всего остального. Мне понравились вот эти вот шампунь и кондиционер. Это марка Northern Beauty Lab, линейка Northern Beauty. И это на самом деле, как бы, те же ребята, которые вот... То есть, вот марка Plaçantol, Molecularis и Beauty Line, Beauty Lab. Это, как бы, ещё одна их линейка. Вот. И в ней есть серия Northern Beauty. Очень долго объясняю. Но я к тому, что, как бы, если вам нужно их найти, то на сайте вот Plaçantol... Я кину ссылку в описании. Вот. Там же можете найти и эти штучки. Они выпустили очень много шампуней и кондиционеров. Я их все пробовала. Я такая... Типа, вау. Там было, типа, четыре шампуня и два кондиционера. Я просто... Окей. Окей. И мне... На самом деле, они мне все понравились. Но больше всего мне понравились вот эти. Это травяной шампунь и травяной бальзам. Это ультра-тонус и очищение. Оно пахнет крапивой, что у меня вызывает просто ужас. Я ненавижу запах крапивы. Но оно так хорошо очищает волосы. Оно так хорошо промывает, но при этом не сушит. То есть, вот, как бы, это суперсредство, которое очищает, не иссушая. И оно делает мои волосы чистыми, друзья, на три дня. Три дня. То есть, обычно, вот, как бы, к концу второго дня мои волосы такие, типа, лучше нас помыть. А здесь к концу третьего дня они такие, типа, ну да, нас уже можно помыть. То есть, как бы, на день дольше мои волосы остаются чистыми, что для меня, как бы, у меня в первый раз такое. То есть, я не знаю, как оно так очищает, но... Но, опять же, здесь нет всякой там вредной химии, всё такое натуральное, но при этом офигенно очищает. Вот, и Байзан тоже очень хороший. Он такой лёгенький, но при этом делает волосы мягкими и приятными. Вот. Но так как, естественно, мои волосы после эмилирования и всего остального не в лучшем состоянии... Я, кстати, вчера ходила и сделала балаяж и затонировала их, и теперь они у меня такие светло-рыжие. Вот. Мне нравятся. Вот. Но я к тому, что, как бы, да, мои волосы нуждаются в экстра восстановлении, и я пробую много разных масок, и больше всего мне понравилось вот это от Елизаветки. Она... Я прошу прощения. Стоит в душе. Что ещё сказать? Называется... Серсто. Вот. Опять же, я тысячу раз её видела в Инстаграме, в итоге решила попробовать, и она такая классная. Во-первых, она... Ну, нет, я не могу сказать, что какой-то очень экономичный расход, но, как бы, не слишком большой расход. Окей? Она такая классная. То есть после неё волосы такие гладкие, такие шелковистые, они легко расчесываются. И они вот... Знаете, как после салона вы выходите, и волосы такие типа... У-у-у, гладкие, мягкие, офигенные, а потом вы их моете дома и прям... А здесь они, как после салона, такие блестящие, гладкие, такие потрясающие. Это моя, безусловно, самая любимая сейчас маска для волос. То есть даже с моими волосами она такая типа... Всё, снова в порядке. Я так... Не знаю, почему я начала так по-дурному говорить в конце. Вот, в общем, это всё, что мне понравилось за эти полгода. А, нет, нет, не пока-пока. Я чуть не забыла про самое главное. Аромат, который мне понравился. Это... Нина... Я, в смысле, закончила снимать, уже разбираюсь, такая... Блин, я забыла про аромат. Так, это туалетная вода. Нина Ричи. Она называется... Мне кажется, называется типа Ричи. Нет? Ну, в общем, яблочко. Нина Ричи, вот яблочко. Наверняка вы её видели. Я никогда его не пробовала. Но мне его на Новый год подарил мой супруг, и это идеальнейший запах. Это настолько классный запах. На зиму он вообще не подходил. А вот весна и лето – это оно. То есть он такой свежий. Он такой фруктово, немножко цитрусово-цветочный. Он очень свежий, очень лёгкий, очень приятный. То есть это один из всех ароматов, каждый раз, когда я его наношу, я прям такая... Класс! Я его наношу практически каждый день, потому что он мне настолько нравится. Он уже... Смотрите. Не совсем полный. Вот что я хочу сказать. И каждый раз, когда я его наношу, он уже такой... Вау, какая на тебе приятная туалетная вода, какой классный аромат. Я такая... Ты мне выдалил. Он такой... А, это я выбрал такой аромат? Я не знаю. Он как бы... На самом деле, каждый день заново его так впечатляет. Вот. Ну, в общем, как бы, да, на самом деле, очень удачно он его выбрал. Очень приятный аромат. Очень лёгкий, такой женственный. Да. Приятный и лёгкий. И очень летний. Очень прям такой... На жару в самый раз. И, не знаю, на весну. В общем, свеженький и классный. Я в полном восторге. Вот. Теперь точно это всё. Спасибо вам большое за просмотр. Хорошего дня. Прекрасного настроения. Подписывайтесь на мой канал, если вы не подписаны. И да. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok